С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Вы уже привыкли, что гости нашей программы, людей, которые я часто приглашаю в студию, это люди интересными судьбами, люди, которые смогли добиться того, что они ставят перед собой целью. И даже иногда они нам рассказывают, как они это делают. Сегодня не исключение. Сегодня у нас действительно, впрочем, всегда у нас с вами интересные гости и всегда эти люди уникальные. Потому что каждый человек, который живет рядом с нами, он по-своему интересен и уникален. И надо просто его любить и присмотреться к нему. Вот, кстати, о любви. Сегодня тоже у нас гости, которые имеют к этому понятию любовь, отношение к друг другу, самое непосредственное отношение. Итак, наши гости сегодня это Надежда... Надя, Надя, да? Правильно я говорю Надя? Надя Веселова-Тенцер. Здравствуйте! Здравствуйте! И Соломон-Тенцер. Я когда произношу слово Соломон, Соломон, ну, наверное, все, когда произносят слово Соломон, у всех создается такое ощущение, что они сейчас будут говорить с мудрым человеком. Вообще, имя имеет значение? Надя имеет имя значение? Как вы считаете? Я думаю, что имеет значение. То есть, когда человек перед вами знакомится с вами и говорит, я Соломон. Вы тоже, наверное, настраиваетесь, что он мудрый? Ну, естественно. Когда вы встретили своего будущего мужа и познакомились. Вот сейчас прошло много времени. Он Соломон? Он Соломон. С большой буквы Соломон. Вообще, не так часто встречаешь Соломон, чтобы жена была такого мнения своего мужа, что он не просто Соломон по имени, но Соломон и по жизни Соломон. И мне это очень интересно. Большое спасибо, что вы сегодня в студии. Но что мне действительно очень важно, что у вас, вот мы часто говорим, семейный бизнес. Ну, это такое, знаете, очень такое простое такое понятие, семейный бизнес. Это когда семья живет и занимается одним делом. Вообще, слово бизнес, оно какое-то немного суховатое, да? Но у вас оно как бы не совсем суховатое, потому что оно замешано на искусстве. Вы знаете, да, да. Скажите, Надя, сейчас, одну секундочку, я прошу прощения. Надя, скажите, пожалуйста, вы живете в Канаде. Да, мы живем в Торон. Вы приехали в Нью-Йорк по делам. Да. А как давно вообще в Канаде вы живете? Вот, кстати, вчера было 26 лет, как я приехала в Канаду. Довольно большой срок. То есть мои корни уже здесь. И я люблю эту страну. И дети тоже уже родились в Канаде. Так что Канада – это наш дом на сегодняшний день. А начинали свою жизнь в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге. Тогда это еще был Ленинград. Тогда это был еще Ленинград, конечно, да. И до сих пор мои родители и родственники живут в Санкт-Петербурге. А, в Санкт-Петербурге. Да. Так что… Вы учились в балетной школе, вы балерина. Да, я закончила, я закончила Вагановское хореографическое училище. И моим педагогом была великая русская балерина Алла Осипенко. То есть я была очень рада. Сейчас я могу осознать, смотря назад, что мечта маленькой девочки как бы сбылась. Во-первых, я стала балериной, но иметь педагога как Алла Осипенко – это тоже другая жизнь. Удача в жизни. Удача в жизни огромная, конечно. Ну вот вы, как бы, вы были, вы танцевали в Кировском? Танцевала один год. Потом я уехала в Литву. И уже в Литве я танцевала несколько лет. Моя карьера не была очень длительной. Потом я уехала из Литвы. Из Литвы ехала. Когда вы уехали в Канаду, вы какой-то промежуток времени не танцевали? Я не танцевала какой-то промежуток времени. И потом родилась девочка у меня, первый мой ребенок. И я была со своим ребенком. То есть это, в общем, был промежуток времени, который был очень интересен. И так как рождение первого ребенка, и первые заботы, и беспомощи моей мамы, скажем, и моих близких родственников. То есть это был, в общем, период времени, где я посвятила своей девочке. То есть балет ушел в сторону, вы посвятились. Немножко, да. И вдруг однажды вас осеняет идея вернуться к балету. Но вы же, в общем-то, не в форме. Или нельзя сказать, что балерина не бывает не в форме. Вы знаете, что все танцовщики в форме. И, конечно, просто я, скажем, вознаграждена Богом то, что тело очень flexible. То есть данные, скажем, балетные, очень хорошие были для меня. Это ваши природные или вам заложенные в киевском учреждении? Ну, я думаю, что это природные данные. Потому что, ну, естественно, в школе учат. И девочки развиваются на протяжении многого промежутка времени. То есть дело не в этом. Дело в том, что когда я решила вернуться обратно к танцу, это не было для меня большой промежуток времени. Конечно, это занимает время войти в форму. Но для меня это не было так сложно. То есть уже, скажем, в 93-м году, уже после рождения второго ребенка, я опять вернулась на сцене и танцевала. То есть это было... Скажите, мы можем... Вы вернулись в 88-м году, 1988, 20-м столетия. Мы могли бы сказать так, что вот встреча с Соломоном, это ваш новый этап жизни, он подтолкнул к такому решению, к возвращению в балет. Я вам скажу, что встреча с Соломоном, это встреча, я могу сказать, что... Встреча с Соломоном? С Соломоном, с моим любимым мужем, да. Встретились мы, и я так могу от своего имени сказать, что это была, в общем, встреча, и встреча, произошла любовь с первого взгляда. И очень много фантастических и совершенно сказочных вещей произошли за всю эту жизнь, пока мы вместе, мы вместе уже... Вы интригуете. Да, то есть эта встреча дала мне возможность опять вернуться к театру, вернуться к балету, и также мы вместе сделали балетную школу, называется Академия балета и джаза в Торонто. И на сегодняшний день также мы имеем Канадский балетный театр, это новая компания, и... Смотрите, все так красиво так звучит. Конечно нет, безусловно. Это видите, чувствуете, какое движение я делаю балетное? Да, 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 да. Но я думаю, неужели так все просто? Абсолютно нет, абсолютно нет. Мы начали, в общем, практически с нуля нашу жизнь, и первые шаги были очень тяжелые, не было все так просто, как сейчас это кажется, и до сих пор не так просто, потому что это большой респонсабилити, плюс наша семья, это еще отдельная история. Но работа заставляет нас... Вы занимались любимым делом. Я занимаюсь до сих пор. Марк Квен говорил, если ты занимаешься любимым, то ты не работаешь. Да, конечно нет. Абсолютно право. Абсолютно право. Да, Соломон. Так вот я хотел спросить. Жена, человек искусства, балерина. А какое вообще ты отношение имеешь к искусству, кроме как к жене, я имею? Ты бизнесмен был, да? Я занимался, естественно, бизнесом, и в свое время я в России учился в Москве на инженера, то, что я совершенно не любил. Ну, это такое... Ну, главное, главное, что я мечтал заниматься оперой. И начал немножко... Занимался и в России, и здесь уже в Нью-Йорке... Прямо серьезной оперой? Да, да, да. Занимался оперой. И здесь в Нью-Йорке я уже начал работать немножко в театре, в Нью-Йорк-Сити опера. Но так сложилась моя ситуация, что у меня была сложность со здоровьем кое-какие, пришлось это дело остановить. И, конечно, я очень мечтал, мечтал заниматься искусством, да, да, очень, конечно, мечтал. И вот, когда мы с Надей встретились, события так повернулись, что совершенно неожиданно мы сделали большой балетный концерт в 93-м году, наш первый, который произвел огромное впечатление. Это 91-й, а в начале был в 88-м? Не-не-не, в 93-м году. Да, в начале был в 88-м, школа. Да, да, мы начали эту школу. Это ваша была обоюдная идея? Да, 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 обоюдная идея. Это была наша мечта, что мы можем заниматься искусством. И Надя обладает феноменальным талантом педагога. Сейчас, одну секунду. У нас есть кое-какие видеокадры, и мы кое-что сможем даже посмотреть в жилье. Пожалуйста, Наташа, покажите нам эпизод первый. Смотрите. Это ваша школа. Это ваши дети. Это наши дети. Это один из классов. Этим девочкам некоторым 9,5, скажем, от 9,5 до 10,5 лет. То есть класс маленьких девочек, которые тоже хотят быть балеринами. И вот я вам скажу, что в этом классе уже есть две девочки, которые имеют большой шанс быть балеринами. Но на сегодняшний день из моей школы выпускницы, очень многие работают и в Европе. Это национальный балет Англии. Я прошу прощения. Я вообще не совсем в балете большой знаток. Это благодаря вам, как педагогу, они поднялись? Я вам скажу, я вам скажу, что у нас есть набор в нашу школу, но набор не такой жестокий, как старший. Я хотел сказать, вы находите самородки, может быть, все очень просто? Очень много эти самородки не так, в общем, лежат в земле, как говорится. Не все приходят талантливые дети. Но нужно уметь найти в этом ребенке талант и развить этот талант. Нужно иметь хороший глаз для того, чтобы из этого маленького тела вытащить все возможности, которые человек может сделать. А можно из любого ребенка сделать балерину? Я скажу, что нет, невозможно. Человек должен иметь талант, который, скажем, назовем это от рождения или богом дано. То есть какие-то элементарные вещи. Должен иметь flexibility, должен иметь красивое строение. И потом уже благодаря педагогу, если это хороший педагог, можно вытащить вот эти внутренние данные, внутренние задатки ребенка. Но есть и очень талантливые дети, и есть не совсем хорошие педагоги, и так талант может, в общем-то, исчезнуть. Очень легко на нашем пути надо было такого. Это очень легко. Я вам скажу, что хороший педагог очень просто и быстро может научить талантливого ребенка танцевать, если он имеет данные педагога тоже, потому что это не так просто. Можно быть великой танцовщицей, но не быть прекрасным педагогом. И можно быть наоборот, если человек просто даже провел свою карьеру в театре и не был великой балериной, но у него есть феноменальный задаток педагога, который видит ошибки. И видит не только эти ошибки, но он имеет возможности, он знает, как их исправить. Или как из маленького тела, скажем, из девочки, которая приходит 9-10 лет, и из нее на протяжении, скажем, 6-7-8 лет вытащить все возможное, показать всю краску. Вы 7-8 лет надо заниматься этим? Да, нужно заниматься всю жизнь этим, не только 6-7-8 лет. Но когда человек приходит в театр, то тоже нужно заниматься, тоже большая работа происходит. Скажите, вот создание школы, мы все время вертимся вокруг бизнеса общего, как бы дела вашего. Это требует и организаторских больших способностей. Это взял на себя все Соломон или Надя. Вы тоже обладаете бизнес, как это, жилкой? Вы знаете, я вам скажу такую вещь, что мы все время вместе. И все, что мы делаем, мы делаем вместе. Наш митинг, наше собрание. Что значит вместе? Вот вы ходите на какие-то заседания, да? Да. А что, Соломон помогает вам тоже детей? Я вам хочу сказать. Наши заседания вот сейчас, вот мы с вами говорим, мы с Надей садимся, мы едем в машине. У нас заседание между нами. У нас митинг, мы беседуем. Мы сидим в кафе, у нас заседание. Секундочку, у меня возникает тогда чисто человеческий вопрос. Я знаю много людей, которые говорят, что единственное, я отдыхаю друг от друга, мы уходим на работу. Вот утром восходя, если бы я весь день сидел напротив жены, и она сидела напротив меня, и каждый день, я не знаю, как бы я выдержал. А вы выдержите меня. А я вам хочу сказать, что у нас как раз наоборот, то случай, когда наоборот, если мы где-то теряемся на 15 минут, мы начинаем уже нервничать, друг друга ищем. Мы постоянно находимся вместе, и мы все время думаем, мы радуемся, мы любим то, что мы делаем. Для нас это passion, passion по-итальянски, и страсть. Мы любим то, что мы делаем, и, видимо, это и есть... Мы любим находиться вместе, трудно очень даже по отдельности, если... Вы знаете, иногда люди говорят свидание или так далее. Мы вечером, когда все успокаивается и садимся за обед... И наш рабочий день заканчивается в 10 вечера. В 10, 7 дней в неделю. И вот в 10 вечера как будто мы находимся на свидании, каждый день одно и то же. Каждый день одно и то же. Мы обсуждаем разные планы. Поскольку вы влюблены, у меня возникает тогда просто естественный человеческий вопрос. Надя прекрасна. На Надя наверняка обращает внимание. Соломон. Все обращаются. Никто не слышит и не видит. Между нами. Да, да. Вы ревнуете? Я вам должен сказать такую вещь. Значит, я поддержу то, что вы начали говорить. Не то, что на Надю обращают внимание. Надя споксвумен французского ланкома для Канады. Ва! Надя... Но это не рекламная передача. Не рекламная. Надя в Париже обявлена русской красавицей. В Париже в Фигаро газеты пишет, благодарим Наде, что она приносит такие концерты. Я вам должен сказать такую вещь. И, конечно, Наденька, я ее обожаю, люблю и абсолютно радуюсь каждому ее комплименту, который она получает. Окей, мы ушли так настолько в лирическую тему, что после этого очень сложно возвращаться в бизнес-вопросы. Но наши зрители, я уверен, получают удовольствие. Они получают удовольствие, видя пару, которая нравится друг другу. В нашей жизни не так это часто бывает. Но, уважаемые телезрители, я хочу сказать, дай Бог, чтобы чаще это бывало. А мы продолжим. Скажите, вот идеи. У вас много всяких идей, разных идей. Вот когда мы с вами познакомились, разговаривали, вы рассказывали, такая идея, такая... Как происходит у вас? Кто принок, кто генератор? Вот я вам расскажу. Очень интересно и очень просто. И абсолютно, я думаю, что это может быть каким-то небольшим эталоном для многих людей. Значит, в 90-м году, когда Аллу Осипенко, Надину учительницу, она выехала... Ее Нуреев, Рудолф Нуреев, тогда директор Парижской оперы, пригласил ее в Париж преподавать классы. И потом принцесса Строции во Флоренции ее пригласили там преподавать. И это было мгновение, мы... Надя никогда не думала, что она уже ее встретит. И мы поехали во Флоренцию, встретились с Салой. И в это мгновение мы решили, сделаем концерт какой-то для ее... Пригласим ее в Канаду и сделаем в ее честь концерт. А Алла Евгена никогда не была на американском континенте? И мы решили сделать такой вечер. Когда мы решили... Это было просто вот, как вы задаете вопрос, как идея рождается. И мы решили сделать этот концерт. И в это время откликнулись все знаменитые артисты. Потому что Нуреев сказал, что это его лучшая партнерша. И из Парижской оперы, из американского балета, из Канады, из других... Из Кировского театра, из Большого. Все захотели приехать на концерт. Концерт в 93-м году прошел с невероятным успехом. С невероятным. Это было для вас неожиданно? Это была невероятная неожиданность. Удачная идея. Это было просто невероятной неожиданностью. Но что происходит дальше? Вот я вам отвечаю на все вопросы. Это просто удивительная вещь. В это время случается трагедия. Умирает Рудов Нуреев. В это мгновение, когда у нас идет концерт. И настолько колоссальный концерт, что все выдающиеся артисты Бира подходят ко мне и говорят, Соломон, вы должны что-то сделать для Нуреева. Я говорю, как? Я... Как? У меня не опыт. Я вообще не знаю. Это же стоит огромных денег. Они говорят, только вы это должны сделать. Длительная история, политические разные интриги и так далее. В конце концов, в 95-м году Олег Виноградов приглашает Надю танцевать. Тоже с артистом Кировского театра. Это ее последний большой выход на сцену был. Со звездами мира она танцевала. Вечер памяти Нуреева. И это был невероятный концерт. Невероятный концерт. Огромный сексес, необычайный, бешеный успех. Даже резонанс этого концерта был по всему миру. По всему миру. И в Европе, и в России, и в Америке. И в это мгновение, не то, что мы какие-то идеи принимали, умнейшие идеи. Так получилось, что приближался 21-й век. И единственная наша идея, что мы с Надей говорили, что почему не сделать концерт «Звезды 21-го века». Мы как бы в шутку сказали. Потому что мы взяли в это мгновение, в 96-м году впервые появилась Диана Вишнева. Она еще в школе была. А выпускница хореографического училища. Вы понимаете, да. И мы ее пригласили, но она же звезда даже не 20-го века, а 21-го века. Так она и огромная звезда 21-го века балета. И мы придумали это название «Звезды 21-го века». И вот как бы не то, что мы планировали что-то, оно все вместе получилось. Давайте спустимся на землю. Давайте вернемся к тому понятию, что вы все-таки иммигранты, русские иммигранты. Как вот в Канаде воспринимают вас? Вот есть какая-то канадская элита, балетная элита, есть театр, есть уже сложившиеся традиции. Ну, Надя, вы прекрасны, Соломон, ты мудр. Но все равно вы иммигранты, которые начинают заявлять о каких-то своих проблемах. Мало того, вы замахиваетесь на что-то. Это все нормально воспринимается? Вас на ура воспринимают? Значит, я вам скажу, вы задали очень серьезный вопрос. Это я сейчас с улыбкой вспоминаю это все. Это был, это не кошмар, это ужас то, что было. Значит, они делали все, полностью нас уничтожили, полностью. Вы знаете, даже Нуреевская гала, которая была, нам не давали театр, делали подпо... О, смотрите, как интересно. Только что вы так, вам песно это рассказывали. Это было, ну, прямо идея, это было невероятно сложно. Это сложный процесс, и я вам скажу, что если вот сейчас смотреть назад, я не знаю, как это все даже получилось, потому что был каждый день мы ходили по лезвию ножа. Это могло и не быть, и это могло быть... Крах, и тогда, это было все было сделано, и никто, никто не ожидал, что это вообще произойдет. Все было сделано, чтобы это не произошло. И практически, я вам скажу, что, в общем, в тот период времени, опять же, это школа, это семья, это дети, и это вот один человек, это Соломон, который все, в принципе, на его плечах это все выдержалось. А вы ссоритесь вообще? Да нет, это такая... Надо подумать иногда. Практически нет, я не могу даже... А я знаю, что это, ты знаешь, я знаю, что это. Это мы не ссоримся. Вы знаете, мы спорим о идее, предположим, что-то мне нравится очень сильно, вдруг я пришел, и Надя говорит, нет, мне не нравится. Вот тогда может... Что происходит, вот самое интересное, и что тогда? Тогда я начинаю ее убеждать. Тогда он говорит, что ему нравится белое, а мне красное. Да, и вы знаете, и мы начинаем... И вы начинаете делать серое, чтобы и тому, и тому было хорошо. Но мы выслушиваем мнение, почему, и, в общем, тогда мы приходим к последнему знаменателю. Пока это все приводило к большому спору. Это все не стоит даже на этом, в общем-то, останавливаться. То есть, в основе как бы вашего спора все равно лежит уважение к мнению другого. Да, вы знаете, что я скажу, что, наверное, все-таки мы действительно блест, скажем, Богом, что вот так вот у нас получилось, потому что действительно вот в этой всей толпе найти человека, с которым ты можешь жить, прожить и с удовольствием быть каждый день. Не убегать там на шоппинг, потому что уже не можешь выдержать или что-то такое, или тебе нужен спейс, чтобы просто подышать. Но мы с удовольствием вдвоем проводим время. Это наша жизнь. Давайте посмотрим еще один эпизод. Мы сейчас попросим показать Наташу еще один эпизод. Видео. Это вы, да? И это то, что вы, как бы, одна из, кстати, ваших идей, проектов, которые вы делали. Париж, Нью-Йорк, Канны, Торонто. Да, вот Леви Фигаро. Я даже считаю, оказывается, на французском. Да, да, да. Это балетная гала «Звезды 21 века». А это вот артисты, которые будут участвовать. Вы с ними отрабатываете, как бы, репетируете, да? Да, это репетируем, потому что каждый артист, в общем, приезжает из другой страны. А как вы вообще командуете звездами? Они вас слушаются? Ведь каждый из них – это звезда своего курятника. Ну, скажем так, своего театра, да? Ну, вы знаете, мы не командуем, мы не можем командовать. Это вот вы прекрасны. Да, это перед спектаклем я просто велкам. А, это было, да. Понятно. Да, так вот как вам удается руководить? Мы не руководим. Это не руководим. А что вы делаете? Ну, вот я видел в этом пальцы мотаете. Вы знаете, я вам скажу, как это произошло. Я думаю, что произошло это. Значит, после огромного успеха Нуреевской галлы, и когда мы решили сделать «Звезды 21 века», Надя делала всю артистическую работу, и она стала артистик-директором «Звезды 21 века». Но так как у нас колоссальные близкие отношения со всеми артистами, для нас они на первом месте. Не мы ими и командуем. Мы всегда хотели делать то, что они хотят, то, что они хотят танцевать. Соломон, но звезды есть звезды. Не та гостиница, не тот номер. Вода текла не из того крана. Вы выпустили его первым, а и меня вторым. Такое бывает, Надя? Все бывает. Ну, конечно, не без этого, скажем так. Я знаю, что продюсеры здесь, которые работают в Нью-Йорке, и они говорят, что невозможно, более 2 месяца. Нелегко. Это нелегко, но я вам скажу, что у нас никогда не было за протяжении вот этого периода времени, а мы работали, я вам скажу, что на сегодняшний день, я могу сказать, это больше 30 компаний мирового значения. Кировский балет, Большой балет, Парижская опера, Роял Ковенгарден, Милан, Берлин, американский балет. Кировский балет, Мюник, Санкт-Петербург, Китайский, лучший балет. И это все, при том, что есть еще школа. Безусловно. И есть еще урок. Огромная школа, которая выпускает, на сегодняшний день эта школа известна, считается одной из лучших частных школ в мире. Наша школа в Канаде. Какого детей там занимается? Вы знаете, вот всегда люди задают вопрос по бизнесу, и вы знаете, всегда я отвечаю. Это очень важный момент. Если это секрет, то я не знаю. Я вам скажу, что у нас есть профессиональная подготовка детей и есть рекреэйшн. Рекреэйшн – это когда приходят маленькие детки 5, 6, 7, 8, 9 лет, скажем. Они приходят раз или два раза в неделю. Это рекреэйшн. И есть профессиональная подготовка, где некоторые и многие студенты получают scholarship от нас. То есть если я вижу, что ребенок очень талантливый, и он должен заниматься, естественно, больше для того, чтобы довести свое любимое дело до какого-то, до чего-то, скажем. Если есть возможности у этого ребенка, да, но если нет возможности, не все же имеют деньги, скажем. И мы как раз те, которые с удовольствием даем возможность людям свой талант развить и дать им дорогу в жизнь, скажем. Так что у нас мы часто даем бесплатные уроки. И частные уроки я даю. И иногда это платные, иногда это бесплатные. Но это невозможно сказать. Слава Богу, мы можем позволить разные такие вещи. Мы очень рады. Но вообще, вот scholarship и все, это какие-то гранты от государства? Это наши персональные гранты. На государство не помогает ничего. У нас ничего, государство не помогает. То есть я вам скажу, что вся наша дорога, которая, кажется, может быть, вся в розах, она и есть в розах. Но у роз есть шипы, безусловно. То есть наша дорога, это нелегкая дорога. И быть в искусстве, это тоже непросто. Театр коварен. И искусство нужно все время работать над собой, работать над... и работать с кем-то. Нет предела до совершенства. Вершины нельзя достигнуть этого. Если ты делаешь хорошо, то все равно ты смотришь назад, и ты видишь какие-то свои ошибки, какие-то свои, может быть, вещи, которые ты могла бы лучше сделать, скажем. И ты учишься на этом тоже. То есть мы много делаем, и я считаю, что мы прекрасно делаем, но все равно мы знаем, что это можно сделать еще лучше. То есть я также вот своих детей, я им рассказываю, детей и своим, в семье детям, и также своим студентам, что предела этому нет. Нет, если ты смотришь на себя в зеркало, и ты безумно счастлив, что ты видишь, значит, что-то неправильно, потому что ты всегда должен добиваться лучшего и становиться лучше. А к себе вы требовательны, так же? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Очень требовательный. Я очень, очень. Я очень требовательный. Соломов, а ты делаешь зарядку каждое утро? Знаете, вот это такой вопрос, я немножко врасплох попал. А так и поэтому уже загрязняется. Мы с Натей делаем зарядку. Мы зарядку вместе делаем. У нас еще есть в нашей семье собака, это королевский черный пудель, которому 10 лет, и он нас заставляет выходить на улицу, потому что ему это надо, естественно, но для нас это феноменально, потому что мы имеем возможность выйти и просто подышать, потому что иногда бывают очень напряженные дни, и иногда бывают и ночи напряженные тоже, потому что звонки из Европы могут прийти и в 3, и в 4 утра. Да, 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 в любое время так есть. Но вот вы говорите, что это очень и очень непростой путь, и я могу себе представить, человек искусства, это человек, который подвержен давлением, неожиданным каким-то решением, которое он, так сказать, не ожидает с любой стороны, неприятностями. А как вы выходите из ситуации, ну, скажем так, трудной, душевной, я не хочу говорить депрессивной, то, что очень модно в Америке говорить, а просто вот когда у вас бывает, вот как-то чувствуешь, ну, все, ну, безвыканно. Ну, хочется все бросить, ну, надоело все. А вы знаете что, я подхожу к Соломону, его крепко обнимаю и говорю, что я больше не могу, мне очень тяжело. Он меня погладит по головке, поцелует, он говорит, Наденька, это не тяжело, говорит. Ты помнишь, как было тогда тяжело? Мы все решим, опять сделаем. Все решим, надо подумать, сесть, просто принять правильное решение. А он как делает, он тоже подходит к вам, что ли, к вам в голову? Я как, я, я, иногда я вижу, что очень трудно бывает, и просто подхожу, его крепко обниму и скажу, ты должен сейчас вздохнуть, выдохнуть, давай введем на улицу, немножко отдохнем. И потом вернемся и подумаем опять, и дело будет сделано. То есть, я вам скажу, что всем тяжело в этом мире, что бы вы ни делали, какая бы у вас ни была специальность. Бывают безумно, конечно, тяжелые дни. Иногда бизнес идет у людей, иногда он не идет, иногда он идет, потом что-то случается. Не дай бог семейная трагедия. Но мы все люди, и я думаю, что мы все должны очень хорошо относиться друг к другу, тогда мир будет. Ну, в данном случае не просто относиться друг к другу, вы, тут, в общем-то, я подозреваю, что здесь есть и чувство тоже между вами. Я подозреваю. Без этого невозможно было ничего сделать. То есть, как раз это чувство, наверное, как бы окрашивает. Самое главное, вот это, самое главное наше отношение, любовь, это... Ничего бы этого не было. Невозможно было бы сделать. И никогда бы этого не было. И сил бы не было это все сделать. И сил бы не было. Знаете, мы первый раз, когда приехали в Париж, и, знаете, мы не были даже подготовлены к тому, что произошло. Боял невероятный успех, невероятный успех. Мы стояли на сцене, как маленькие дети, мы уже, нам не 15 лет, и зал орал, крики, все, браво, браво. Мы стояли в Париже, и с тех пор мы открываем ежегодно весь театральный сезон Парижа. Балетный, это невероятно. Но вы уже привыкли, вы уже выходите так, левой ногой открываете правую кулису. Нет, 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 это настолько эмоционально. И представьте себе такую вещь, что в 99-м году Каннский кинофестиваль нас пригласил закрыть тысячелетие нашим концертом в зале Каннского кинофестиваля. Это вообще невероятно было. Это было просто, мы не могли поверить, что такое произошло. И когда мы в 2000 году приехали в Линкольн-центре, в Линкольн-центре, это в таком невероятном месте, это столица мира, в этом театре, гала тысячелетия, которая прошла с огромными успехами. Сейчас ежегодно мы в Нью-Йорке, наши концерты с большущим успехом. Это, вы знаете, это эмоционально, огромное счастье. Но вот каждый раз, когда вы это делаете, у вас есть ощущение страха? Конечно. Или вас уже все накатано? Нет. Такого накатано, это даже сказать такое, это даже страшно подумать, слово накатано. Это страшное... Ну как, вы уже имеете все телефоны, вы уже имеете все связи. Имя Нади известно уже всем. Нет, нет, нет. Настолько поднять трубку, нет? Не на стол, нет, нет. Хорошо, мы продолжим этот разговор сразу после перерыва. Уважаемые телезрители, сейчас мы сделаем небольшой рекламный перерыв, после которого мы продолжим разговор с нашими интересными гостями, с их интересным семейным делом. Оставайтесь с нами. Тридцать пять лет тому назад мы закончили Львовский мединститут и стали врачами. Двадцать пять лет тому назад мы приехали в Америку. Двадцать лет тому назад мы получили лайсенс практиковать медицину в Нью-Йорке. Девять лет тому назад мы построили этот офис, который стал воплощением в жизнь нашей с собой профессиональной мечты. Почему на протяжении двадцати лет десятки тысяч больных доверяют докторам Кагановским? Как удалось создать лидирующую клинику Бруклина? Высокий профессионализм, коллегиальность, четкость в работе, индивидуальный подход. В исключительных случаях собирается консилиум врачей всех специальностей. Доктора Элина и Лазарь Кагановские воплотили в жизнь свою профессиональную мечту. Самая очаровательная и экстравагантная артистка эстрады Лайма Вайкуле в большом оригинальном шоу. С вами Борис Тенсор и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». И, как всегда, у нас с вами интересные гости, гости, которые в этой жизни нашли себя, в этой жизни они знают, чего они хотят. А самое важное, они, может быть, знают, как этого достигать. Но, по крайней мере, они пытаются нам рассказать, как они это делают. У нас с вами в гостях Надя Веселова-Тенсор и Соломон Тенсор. Еще раз спасибо, что вы с нами сегодня. Очень приятно. А сейчас, уважаемые телезрители, для того, чтобы вам немножко войти в настроение, мы покажем следующий эпизод из нашей программы. КОНЕЦ Надя, вот ваша ученица. Да, это как раз эпизод. Это моя ученица, Сера Кларк, средняя девочка в середине. Она танцует как раз больших лебедей. Это сцена Большого театра. Это в Москве происходит, да? Это в Москве, да. Моя маленькая Сера пришла ко мне, ей было 4 года. Маленький, смешной. Скажем, вот вы видите сейчас, это лебедь, это был маленький ученый. Ну, не будем говорить гадкий, потому что в каждом ребенке есть прелесть, есть талант, или это балет, или это музыка, или это что-то другое. Нельзя говорить про ребенка никогда плохие вещи. Если у ребенка есть что-то, нужно дать этому ребенку развить, увидеть в ребенке прелести, талант ребенка, что может он сделать. И вот, скажем, Сера Кларк, прекрасная балерина на сегодняшний день, которая закончила Школу Большого театра в 16 лет. Здесь Сере 16 лет. А ее принимали в школу после конкурса, как бы, да? Я вам скажу, что я послала пленку директрисе Школы Большого театра. И Сара была принята, принята в класс на предпоследний курс, где дети в классе были на 2, на 2,5 года старше, чем она. Но, тем не менее, так как я подготовила Сару, дала я возможность быть и закончить Школу Большого театра на уровне с девочками. То есть в 16 лет она получила диплом, и Школу закончила на отлично, на все пятерки, скажем так, с девочками, которым было уже 18 и 19 лет. То есть это мне дало тоже так же маленькую звездочку. На погоны. На погоны. О том, говорит о том, что моя методика, которую я разработала, не только хороша для школы, но она хороша и для студентов, которые ко мне приходят. Я думал, вы скажете, и для жизни. Для жизни тоже. Для жизни тоже, конечно. У вас есть своя методика воспитания человека, не только в поливе? Я не знаю. Моя методика говорит это от сердца. Если я считаю, что это правильно, может быть, я считаю, что это неправильно. Я не знаю. Дело не в этом. Дело в том, что я так же отношусь к своим детям, и я так же отношусь к своим студентам. Для меня эти студенты – это так же часть моей жизни. То есть у меня нет любимых студентов. Я должна... Ну, иногда есть. Иногда есть. Есть. Вот скажем, сэра, сэра одна из девочек. Я должна добавить еще такую, Надя довольно скромно говорит. Видите, Надя раз 5-6 в году занимается самыми большими звездами мирового балета. И уникальная ситуация, которая происходит, когда она получает, видит все новые течения, которые происходят в Ковенгарн, Лондоне, в Большом, в Кировском, в Парижской опере. То есть она едет туда посмотреть, вы едете туда посмотреть, Надя, или приезжают люди, и вы видите по их характерному танцу и движению, вы чувствуете развитие. Я вам скажу, что на сегодняшний день я могу отличить школу, скажем, нашу русскую, Вагановское училище, Кировского театра школу и Большого. Но это все могут. Это... Нет, я не могу. Соломой, я не могу. А ты можешь слово? То есть на сегодняшний день... Даже я не могу. На сегодняшний день, если вы возьмете школу парижскую и школу русскую, или школу английскую и школу американскую, то это совершенно разные школы. Разная методика, разное построение. Кажется, что одни и те же движения, те же названия. Но я могу на сегодняшний день, увидев танцовщика, сказать, какому театру он принадлежит, и при какой школе он, какую школу он закончил. То есть, что я могу сказать? Кстати, я очень fortunate, как это сказать, fortunate, имею возможность в году работать с суперстар, с самыми большими звездами и парижской оперы, и русского балета, и американского балета, и давать им уроки, и репетировать с ними. А вот как они между собой контактируют? Вот я звезда Парижа, а он звезда, я не знаю, Москвы, а этот звезда Бразилии. И вдруг они собираются на одной площадке, и начинают друг друга что? Это очень интересно. Они с огромным уважением. Во-первых, я вам скажу, что на протяжении такой промежутка времени я еще не раз не видела какую-нибудь звезду или танцовщика, который бы не был доволен чем-то, скажем так. Может быть, внутри, да. Но никто никогда в жизни не сказал, что мне не нравится отель, мне не нравится еда, или что это за сцена. Но сцена феноменальна. Это сцена, куда мы привозим этот необыкновенный талант. Это Линкен Центр, это Театр Шансе Лизе, это Хаммингвер Центр в Торонто, или Центр Уф Перформинг Арт в Торонто, это Канны. То есть они довольны, что они имеют возможность увидеть друг друга. Где у них вообще-то по-другому? Где у них была возможность увидеть? На сегодняшний день для них это большой престиж быть участниками и быть частью нашего концерта «Звезды 21 века», потому что это не просто простые танцовщики, это суперстарс. Это действительно талантливые, ну талантливые невозможно назвать, это звезды балета. Но вот вы сказали одну фразу, которая вообще, так сказать, меня заинтересовала, но с другой стороны вообще всегда интересует. Это дети, свои дети. Потому что наша передача, мы часто, у меня даже вот на ваших местах иногда сидят пяти-шестилетние ребята, и рядом может сидеть дедушка и внучка, родители. И я начинаю спрашивать дедушка, а потом спрашиваю ребенка, согласен он, не согласен с дедушкой. И ребенок очень часто имеет свое мнение. Конечно. Вот вы сказали о том, что вы относитесь к своим студентам так же, как к своим детям. А у вас есть какое-то особое отношение вот со своими детьми? У вас есть контакт? Конечно. Вы понимаете друг друга? Очень понимаем друг друга. Ну, у вас же нет времени. Вы, говорит, в 10 часов приходите с трудом ужинаете, а где же дети? Дети. Вы знаете, я вам скажу, мы очень близки с нашими детьми, очень-очень близки. И, конечно, недостаточно близки. Каким образом вы этого достигаете? Вы знаете, я не могу это определить, я не могу сказать, каким образом. Вы знаете, хотелось бы больше с ними проводить время, но они знают, что мы их очень любим. Опять, я думаю... Ну, все любят. Я уверен, любой телезритель сейчас скажет, что он любит тоже. Я согласен, конечно. Но дело в том, что они знают, что мы очень тяжело работаем, что это наша страсть, то, что мы делаем. И они иногда немножечко, они резенты иногда, хотели бы с нами больше провести время, но каким-то образом мы чувствуем, мы очень близки. Но когда у вас есть свободное время, вы проводите с ними? Мы всегда вместе, всегда вместе, всегда вместе. Как только у нас освобождается эта секунда, мы стараемся провести с ними время. То есть вы куда-то ездите вместе, что-то посещаете вместе, да? Мы всегда вместе. Как только у нас освобождается немножко время, мы как можно скорее садимся на самолет и улетаем в самое красивое место, которое существует с нашими детьми. А есть на Земле еще такие места? Есть такие места. Ну да-да. Это будет следующая передача. Вы знаете, я вам скажу, они все-таки, наверное, имеют хорошие гены тоже. Ну понятно, Соломон, Надежда. Да, но я вам скажу. Надежда, Соломон. Один день наш сын задал мне вопрос, мама, to be spoiled, это хорошо или плохо? Я так подумала, я говорю, ты знаешь, что ни я, ни Соломон, в наше детство мы никогда не были spoiled. Я помню, как это было трудно, мама работала очень тяжело, и папа тоже. И я говорю, ты знаешь что, это очень хорошо быть spoiled, если ты опрешей, если ты знаешь, что ты spoiled, цени это. Но не надейся, что ты будешь spoiled всю свою жизнь. Но если ты видишь, что человек к тебе хорошо относится, если тебе купили то, что ты хочешь, и у тебя хорошо на сердце, знай это. То есть, они ничего for granted не имеют от нас, но мы их spoiled. А можно вам, ну это может быть, если вы скажете, что этот вопрос не очень тактичен, я его заберу обратно. Пожалуйста. Вы встретились, когда у вас, у каждого был ребенок. Как эти дети между собой? Вы знаете, это очень... Это просто показатель иногда. Вы знаете, я вам попытаюсь ответить. Это ничего? Это корректно? Не, ну вы знаете, мы же... Нас никто не слышит, в конце концов. Сегодня, сегодня много таких вещей происходит. Это не первый раз, не второй раз, это практически происходит. И вы знаете, это, конечно, для нас был очень-очень важный и мучительный момент, когда наши дети... Вы знаете, прошло, прошли годы, прошло много довольно лет, прошло... И это были, конечно... И вы знаете, вот сегодня я могу сказать такую вещь, что все наши дети очень близки. И это огромная радость. И сколько у вас, вы так говорите, все наши дети... Все наши дети... Все наши дети... Мы не должны закончить здесь. Сегодня, я думаю, более интересно говорить о искусстве. Конечно, наши дети... Это счастье нашей жизни. Это отражение вашего умения жить. Да, да. Счастье нашей жизни. У нас очень красивые дети, очень красивые дети. Ну, дети все красивые. Элегантные, красивые. Вот вы мне задали вопрос, а я просто хочу похвастаться. У нас прекрасные дети, мы их обожаем, и они нас. Я стучу, чтобы не было... Все было нормально. Скажите, вот я понял, вы посещаете красивые места, да, вы посещаете Париж. Кстати, давайте посмотрим, как вы посещаете Париж. Я вам скажу, что в этом году, в сентябре, French Channel Arte, они сделали фильм о концерте Гала 21 века. И вот этот клип, который мы вам сегодня принесли, кусочек, да. Это как раз часть этого фильма. Французское телевидение снимает. Этот фильм показывали в декабре и в начале января. Прекрасно. Наташа, покажите, пожалуйста. Французское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok Звучит музыку. Продолжение следует... Вы умеете делиться, вы умеете участвовать в проектах, вот вам помогают. Вы не можете поднять такой проект без спонсоров, без людей, которые готовы вам помогать. Ведь правильно я говорю, да? Невозможно такое поднять. Это огромная глыба, которую не может поднять ни один сильный человек. Значит, вам помогают. Много помогают, да? Давайте я вам расскажу по порядку. У меня несколько вопросов задали. Я вам сразу скажу. Обеспеченность, вы знаете, мы работаем и встречаемся с людьми, обеспеченные даже сюда не подходят. Мы встречаемся с людьми, которые миллиардеры. Мы встречаемся в нашей жизни, встречаемся с такими людьми. И я... Мы встречаемся с очень выдающимися, знаменитыми, разными выдающимися людьми. Дело в том, что нету такого, нету предела обеспеченности. Если человек доволен то, что у него есть, я считаю, это обеспечено. У нас есть все. Абсолютно все. Так не бывает. Вот, вы знаете, вот так говорят, вот так как не бывает, так у нас есть. Вот на самом деле я хочу сказать, у нас есть все то, что мы мечтали бы иметь. На самом деле все мы это имеем. Значит, я должен сказать такую вещь, что мы счастливы, что мы можем, когда мы можем помогать людям в искусстве и в разных других делах, мы очень счастливы. Для нас это огромная радость помочь. Например, один из маленьких примеров расскажу. Значит, когда-то посол России в Канаде обратился к нам с просьбой, что мы делали очень красивые концерты. Он попросил нас помочь сделать вечер ветеранов войны. Мы, нам это, конечно, очень захотелось это сделать. И когда мы решили сделать не только концерт, мы решили их пригласить и сделать обед для них и так далее. И когда мы пришли в зал и увидели этих людей, у нас в глазах чуть ли не выступили слезы. Это съели старики, герои, огромные люди, и женщины, летчицы с медалями, с орденами. Мы поняли, кто мы такие, какое счастье, что мы можем что-то сделать для таких людей. Мы были потрясены, мы шокированы были. И то, что мы делали, это мелочь, ничего. Это было крупенка. А эти люди к нам подходили и благодарили, что мы про них помним. И мы смотрели друг с другом на Надю и думали, вот это мы сделали дело. А где вы больше испытывали удовольствие? На парижской сцене или в этом зале? Вы знаете, вот это... Это разное чувство. Да, это разное чувство. Сцена – это одно, а это совершенно другое. Но и там был триумф, и здесь был триумф. Люди вам благодарили. Триумф был, мы были счастливы. Это было счастье, что мы могли что-то сделать, то, что никогда в жизни мы не забудем. Вы понимаете, это огромная радость, что мы могли что-то сделать важное для людей, которые спасли мир, спасли нас, наших родителей, будущее. И эти люди стояли уже старенькие, с этими медалями, и благодарили нас. Потому что кто их иногда не вспоминает. И с тех пор ежегодно мы делаем такие... А, то есть это не в этом году? Это уже было несколько лет. В этом году, когда 60-летие победы, это огромная победа была, и все. Это для нас счастье, что мы можем помочь и принять участие в таком огромном деле. И потом те истории, то, что они рассказывали на этом вечере, вы знаете, это было очень трудно слушать, потому что без них, может быть, и нас бы не было. Вы знаете, то есть эти люди, которые дали нам жизнь, может быть, это настоящие герои. И вы знаете, говорят, там, эти деньги, это все. Вот это люди, вот это люди. Но я вам хочу сказать, что вот, если вернемся назад, столько много очень историй. Я слышала от своих родителей, которые, скажем, моя мама с моей бабушкой, они провели всю блокаду в Ленинграде. От начала до конца. И я думаю, что во многих семьях, вот я знаю, у Соломона в семье тоже практически вся семья его была убита. То есть вещи, это не то, что мы что-то сделали. Я думаю, что каждый человек, если он увидит, что он может для кого-то хоть чуть-чуть счастья дать, я думаю, что это огромное дело. И теперь я хочу вернуться к третьему вашему вопросу, который вы так быстро задали. Нам было сложно ответить. И на самом деле, я вам расскажу про человека, который нам встретился на пути, совершенно случайно. Вот по улице вышли, да? Нет, я вам расскажу. Опять все связано с нашей школой было. Пришел один человек, говорит, я хочу записать свою девочку к вам в школу. Ну, я, конечно, знаете, как говорится, бизнес, вы говорите, конечно, и велкам. И все, и начал им рассказывать. Он говорит, а что это за школа такая? Почему эта школа? Почему я сюда к вам пришел? А может, я в другой должен пойти? Я говорю, ну-ну-ну, я говорю, но Наденька, выдающийся педагога на вашей девочке, поможет. Он говорит, ну, все говорят, что хорошие педагоги. Я говорю, а вы знаете, а мы делаем вечер памяти Нуреева. Он говорит, как, какой вечер? Кто, кто, что это такое? О чем вы говорите? И я ему начал показывать золотой бумага, как все это происходит. Он посмотрел на меня, и он говорит, знаешь что, я хочу быть спонсором. Я просто растерялся даже, он говорит, а сколько хочешь денег? Сейчас. Вы знаете, я даже не знал, что ему ответить. Я говорю, ну-ну, сейчас не надо, не надо. И этот человек, мы с ним встретились и подружились. Его зовут Владислав Маскалев. Владислав Маскалев стал вашим товарищем на долгие годы. На долгие годы. Вы знаете, его жизнь тоже сложилась так, что он связан очень сильно с балетом. Он колоссальный бизнесмен. С ним не просто работать. Он требовательный в своих желаниях. И мы всегда делали, к его даже удивлению, все делали так, чтобы было прекрасно. Все желания были исполнены. Но вы не наступали на свою песню? Вы знаете, мы вместе добились, вместе, вместе. Он колоссальный меценат, настоящий русский человек, который традиции, искусство переживает за Россию. И много таких людей вы в жизни встречаете? Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Вот очень интересно. Вот то, что мы с нашей стороны хорошее передаем, и наши концерты, то, что они делают для людей хорошие вещи, к этому отряду, к нашему маленькому батальону превратилась уже армия. Сегодня вы посмотрите на наши афиши, вы увидите Валентино, наши спонсоры были Роллс-Ройсы, Мерседесы, и Мазарати, и банки крупнейшие, и России, и... Соломон, давайте откройте секрет нашим зрителям. Как сделать так, что спонсоры стали Мерседесы, и Роллс-Ройсы, и я не знаю. Вы знаете, вы знаете... У вас есть секрет? Вы знаете, секрет, такое слово... Иногда мне задают люди, в чем секрет? Я вам отвечу, коротенькое и маленькое слово. Любовь, два слова, и страсть к тому, что ты делаешь. И эта аура, видимо, передается, и это зажигает. И представьте себе такую вещь. Вот я встречаюсь, когда огромный концерт, скажем, в Линкольн-центре или в Париже. И кто-то к нам подходит, говорит, с вами хочется познакомиться, самый богатый человек в Париже. И что в это время для меня... Ну что этот человек для меня? Я за артистов переживаю. И подходит человек какой-то, и в это время он хочет, чтобы я с ним как-то говорил или что-то. И искусство выше, чем это. Потому что завтра будет еще какой-то другой человек, еще богаче. И так далее. И вы знаете, это люди, которые хотят больше, чем просто деньги. Они хотят с нами продолжать делать искусство. Они говорят, что вы увлеченные люди. Вы и ваша жена, и вы прекрасная пара. И люди, которые излучают вот эту вот энергию. Кстати, Надя, вы верите в энергетику человеческую? Я верю. И вот как вы? Вот вы встречаете человека. Вы сразу чувствуете расположение к этому человеку? Вы знаете, да. Я это сразу чувствую. Я могу сказать еще, те люди, которые приходят к нам в дом, они чувствуют эту ауру. У нас очень хороший дом. И кто бы ни приходил, двери открыты и для бедных, и для богатых, и для оперных певцов, и для поэтов, и для художников. И кто у нас только нет. Одесский царей. Тоже. Для любого. Для нас человек имеет самое главное значение. Человек – это все. А не другие. Сколько у него денег или что, или как, это не имеет никакого значения. Если человек добр, если у него сердце доброе, и он не злой, это уже большое счастье. Потому что я хочу сказать, что каждый человек, любой зритель, любой человек имеет огромный талант. К сожалению, не всегда человек может открыть его. Вот это есть момент, потому что если один человек стал невероятно богатым, а другой беден, то это, если ситуация немножко изменилась, другой человек тоже, все могло бы поменяться. Все могло бы поменяться. Человеческая жизнь довольно короткая, к большому сожалению. Если мы все стараемся помочь друг другу, то это очень важное дело. И чем интересно звезды 21 века, или то, что мы стараемся передать, или делать наши концерты и в Канаде, и по всему миру, это когда человек выходит из театра, и нам часто говорят люди, мы уходим с теплым сердцем. Для нас это самый высший комплимент, который только можно получить. Значит, мы дали кусочек нашего счастья, передался человеку. И этот человек, это счастье, этот кусочек, это луч этот, ему поможет, может быть, мы надеемся. Если это поможет, больше для нас ничего нет. Ну, время потихоньку у нас, передача заканчивается. Мне хотелось бы пару таких вопросов. Скажите, как вы считаете, ну, начнем. Ну, вы считаете, ваша жизнь удалась? Как иммигрант, как человек, который поменял страну, как бы менял свою жизнь. Вот сегодня. Я не могла бы себе представить свою жизнь даже по-другому, я вам скажу так. Когда я еще была помоложе, я думала, когда мне будет 50 лет, у меня будет это, 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 это. Мне уже больше, чем 50 лет. И я счастливая. Мы не говорим о возрасте. Я счастливая. Уважаемые зрители, Надя пошутила. Я счастливая, и у меня есть дети, у меня есть любимый муж, у меня есть любимое дело, которым я занимаюсь. И дай бог нам всем здоровья. Это важно. Самое главное здоровье. Ну, а ты, ты хотел быть оперным певцом, ты хотел войти на Метрополитен опера. Мечтал, да. У тебя бас, да? Дрин, дрин. Бас? Бас-баритон. Да. Ты не вышел певцом. Не вышел, да. Ну, а как ты считаешь себя счастливым? Я считаю себя очень счастливым человеком, просто очень. И жизнь сложилась таким образом. Ты сейчас выходишь в то же самое, бывает иногда у Метрополитен. Я выхожу в этот театр, где я мечтал все это делать. Я вам скажу. С другой стороны. И более того, я всегда мечтал быть продюсером. Это были такие мечты, которые несбыточные. Ведь мама мне говорила, учись на инженера, учись на что-то. Я вам скажу, что у нас также запланированы уже в октябре звезды мировой оперы. Да, мы начинаем сейчас делать. Вам мало этого головной боли с балетом? Но Соломон может еще и появиться на сцене тоже. Потому что на сегодняшний день он продолжает брать уроки, он продолжает петь. Дома он всегда поет. И я вам скажу такую вещь, что Иван поет блестяще. Потому что те педагоги, которые его слышат, они говорят, почему же, как, что, как же так? Я хочу вам сказать такое. Еще не все закончено. У нас осталось 15 секунд. Вы знаете, в 97 году мы сделали «Лучья на повороте», дал нам разрешение, мы сделали мировые победители конкурса «Повороте», и это было начало. А в этом году, в 2006 году мы начнем делать оперные концерты. Хорошо. Уважаемые телезрители, с этими людьми можно говорить много, и это всегда будет интересно. Я надеюсь, что мы еще встретимся и с Надей Веселовой Тенсор, и с Соломоном Тенсором. И встретимся с вами, потому что передачи о людях, которые живут рядом с нами, которые добиваются этой жизни, это то, ради чего контакт по понедельникам. С вами был Борис Тенсор. Спасибо большое. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.